В среду, 25 августа, под руководством главы района состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативной группы межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский. В совещании приняли участие заместители главы района, представители правоохранительных органов МЧС. В режиме ВКС участвовали главы сельских поселений и руководители образовательных организаций района. На повестке заседания значилось два вопроса. Выступая по первому вопросу, начальник управления образования Асиат Берзегова проинформировала присутствующих о проводимых мероприятиях по обеспечению антитеррористической безопасности в образовательных организациях района в период подготовки и проведения 1 сентября. Основным проблемным вопросом при подготовке образовательных организаций является антитеррористическая подготовленность в соответствии всем требованиям антитеррора, особенно в День знаний. Но объекты, все образовательные учреждения района на предмет готовности продолжения обучения в новом учебном году были проверены комиссионы, межведомственные комиссии, по ходу были выявлены недочеты, которые по ходу и устранялись. Решение комиссии было вынесено, что все образовательные учреждения готовы и ко дню знаний, и работать в штатном режиме в новом учебном году. Линейки торжественные в День знаний будут проведены в целях безопасности распространения коронавирусной инфекции для 1, 9, 11 классов с соблюдением всех дистанций и на полчаса, максимум 40 минут. Вопросы безопасности детей и взрослых в День знаний – приоритет. О подготовке к данному мероприятию в плане защиты общественного порядка рассказал заместитель начальника полиции межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Руслан Хуажев. Он отметил, что в праздничный день контролировать обстановку у общеобразовательных учреждений будут традиционно сотрудники полиции. Торжественные в День знаний пройдут во всех, по нашей информации, то, что мы от вас получаем, в плане образования, во всех образовательных учреждениях, по Кашхабльскому району, 3512 учеников поступят обратно в образовательные учреждения, в детские образовательные учреждения поступят 1427. Естественно, в этом будет принимать по одному родительному участие и преподавательский состав данного класса. В период 13 августа проведены комиссионные обследования, выявлены определенные, но, скажем так, незначительные недостатки, которые на настоящий момент, насколько я понимаю, уже устанавливаются и близки к завершению. По базе ФИС и БДД также проверяются водители и школьных автобусов, привлекаемые к осуществлению перевозок учащихся. В целях проведения оперативно-проведческих мероприятий, в отношении родоводников остальных бригад, причем для ремонта учебных и дошкольных учреждений, проведен опрос руководителей образовательных учреждений Кашхабского района. Согласно полученных сведений, сторонние лица для проведения работы не привлекаются. При поступлении сообщения о противоправных действиях, места проведения мероприятий будут направлены сотрудники оперативного подразделения, для их оперативно-технического и операционного документирования. Личный состав подразделения оперативного блока ориентированного веерения, лица в нашей очереди, в отношении террористических актов, тяжкие и особо тяжкие преступления, с целью недопущения возможных противоправных действий со стороны молодежи проведены рабочие встречи под руководителями образовательных учреждений. Естественно, Заводская Береча рассчитываем в качестве поддержки со стороны членов добровольных народных дружин оказания нам содействия, в целях обеспечения общественного порядка, и, естественно, со стороны казачества. В целом, межмуниципальные отделы Береча-Россия к обеспечению правопорядка посвящены незнанию готов. Далее, по второму вопросу об обеспечении безопасности в период подготовки и проведения выборов в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации и Государственный совет ХАС Республики Адыгея на территории района выступила председатель территориальной избирательной комиссии Зарима-Гурижева. На территории района сформировано 22 избирательные участковые комиссии, которые начинают уже свою работу с 3-го числа участковые избирательные комиссии. С 8-го числа они могут принимать заявления по местонахождению. 15-го числа мы должны уже отдать бюллетени на участковые избирательные комиссии. Просьба такая в ВВД присутствует сегодня, что обеспечить охрану избирательных участков с 15-го числа и организовать мероприятие, направленное на обеспечение безопасности в дни голосования. Дни голосования у нас 17-го, 18-го, 19-го, с 8 до 20-ти 0. Комиссия, созданная главой администрации, несколько раз уже проверяла избирательные участки. Последний раз мы были 10 дней тому назад, дали срок до конца недели устранить те недостатки, которые были выявлены. Продолжил данную тему заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Руслан Хуажев. Здесь же также в целях обеспечения правопорядка общественной безопасности, как и к другим любым мероприятиям с массовым участием и пребыванием граждан, заводится контрольное наблюдательное дело. Также в этом НКНД концентрируется вся переписка созданными исполнительными новостями, заинтересованными ведомствами. Естественно, она проверяется еще и аппаратом МВД. Создана при этом у нас рабочая группа по координации деятельности подразделения МВД в период выборов по территориальности Пешкарского района. У нас действительно 22 избирательных участка по Шаргеновскому району, 17 таковых, и итого 39 избирательных участков, на которых мы обязаны будем обеспечить правопорядок. Естественно, сегодня только одного отдела, эти цели достигнуты представляются возможными, в связи с чем мы запрашиваем определенные силы и средства, и с аппаратами МВД республики. Глава района подчеркнул, что к каждому из озвученных вопросов необходимо подойти максимально серьезно. Первый раз в нашей истории было двухдрехдневное голосование. Поэтому убедительная просьба для всех участников вот этих всех событий. Прежде всего, это и ОВД, и глава поселения МВД, и комиссия, и комиссия очень ответственно подойти к этому вопросу. Завершая заседание, члены комиссии обозначили основные направления своей деятельности по обеспечению безопасности на территории муниципалитета. Продолжение следует...